Велосипед На прошлой неделе в Мариелло судили маньяка, который в приступе ревности жестоко убил свою сожительницу на глазах маленькой дочери. Пьяный изверг сначала долго избивал свою жертву, прижигал утюгом, а потом пытал током. От этих пыток она и скончалась. А убийца начал угрожать дочери, что сделает с ней то же самое, если она кому-нибудь расскажет. В итоге суд приговорил 37-летнего убийцу к 19 годам строгого режима. К другим происшествиям. За прошедшую неделю в республике зарегистрировано 12 возгораний. К сожалению, не обошлось без жертв. Так, 22 июля в Казмодемьянске на улице Зеленая загорелся частный деревянный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в начале второго ночи. На место тут же выдвинулись подразделения из двух пожарных частей. Пожар, площадь которого составила около 70 квадратных метров, был ликвидирован. В результате случившегося сгорел жилой дом и сарай. На месте пожара было обнаружено тело 66-летнего мужчины, проживавшего в этом доме. В этот же день в Волжске загорелся двухэтажный жилой барак. Все началось с дивана, который стоял у подъезда. Сначала вспыхнул он, а затем пламя перекинулось на стену дома. Все жильцы благополучно вышли на улицу. А пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. 24 июля в поселке Силикатный на территории производственного предприятия загорелось административное здание. Силами прибывших на место пожарных подразделений возгорание, площадь которого составила 100 квадратных метров, было ликвидировано. В результате происшествия выгорело имущество, находящееся в здании, и повреждена отделка. Пострадавших нет. К дорожным происшествиям. На прошлой неделе в республике произошло 13 ДТП, в которых пострадали 20 человек. Еще трое погибли. Ранним утром 19 июля в Горномарийском районе 48-летний водитель «Шевроле» на скорости вылетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте. Его 19-летний пассажир с серьезными травмами был госпитализирован, который позднее скончался в медицинской организации. Установлено, что в момент ДТП ни один из участников нарушения установленного законодательства не были пристегнуты ремнем безопасности, что также могло послужить причиной получения более значительных травм. Ночью 22 июля в Килимарском районе 20-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. От полученных травм парень скончался на месте. Его пассажир с серьезными повреждениями госпитализирован. Вечером 23 июля возле поселка Советский водитель «Шевроле» сбил лося, который внезапно выскочил на дорогу. В результате ДТП водитель, его пассажирка и трехлетний малыш получили телесные повреждения. Лось погиб. Субтитры создавал DimaTorzok